Мешие осадки и воду с надутых потолков жители дома сливают ведрами. Мебель укрывает пленкой, под водопады подставляет тазы и кастрюли, но бороться с флагой все равно не успевает тонуть сами и топит соседей снизу. С собой капает, на балконе все бежит, на кухне все у нас тоже бежит. В этом доме ситуация еще сложнее. Вчера у нас уже пробежало лифтерное машинное отделение. Лифтеры отключили нам лифт. Пришлось делать такое временное укрытие. Крышу сорвало еще в мае. Учинить ее городские власти обещали в июле, но жильцы по-прежнему ждут, когда наконец рабочие взлатают все дыры. Вынесли решение, чтобы делать крышу, но деньги не выделяют. Сажел в ней смета, все сделано, подрядчики найдены. Вызывали подрядчиков, чтобы они принимали меры, что действительно серьезное затопление квартир у людей, люди у нас страдают. Подрядчики оправдываются жителям и дальше придется терпеть протечки. Невозможно там на 100%, чтобы не было ни в одной квартире. Мы вставляем пленочку под старый ковер, все это бетончиком делаем, и все равно какие-то протечки есть. Но на это уходит очень много времени. Да и вообще, говорят, закончить ремонт им мешает дожди. Невозможно выполнять работы. Невозможно. То есть люди рабочие, которые работают, они просто заболеют, и в результате вообще работать никто не сможет. Подрядчик, мне так кажется, что он в этом деле абсолютно ничего не понимает, потому что по прогнозам ливни, а у нас ремонт крыши идет. Где с ним сняли весь гудрон, сняли всю толь, и соответственно у нас дома просто водопад. Завершить надо еще 16 объектов по всему краю. Выйти сухими из воды на этот раз у подрядных организаций не получится. К ситуации подключилась краевая прокуратура. Мерами прокурорскими реагирования достигается устранение нарушения, связанное с некачественным установлением временного перекрытия кровли, а также капитального ремонта данных объектов. В фонде капремонта называют новые сроки и просят жителей потерпеть еще. По основному объему крыш это 30 сентября. По тем крышам, которые зашли буквально неделю назад, там срок окончания будет ноябрь. Но даже если крыши все-таки отремонтируют, непонятно, от кого жильцам подтоплены квартиры. Прождать компенсации за испорченную дождем мебель. В любом случае, если спор мирным путем решить не получится, то у жильцов есть возможность обратиться в суд вместе с актом и фотографиями затопленных квартир.